Привет! У нас сегодня прямой эфир с Сашей Матрицей. Мы будем говорить о том, как начать работать на себя, начать работать удаленно. Поговорим про профессия консультанта и обсудим тех людей, которые в какой-то момент в своей жизни уехали из родных мест и те, которые не уехали. Я думаю, что у вас есть истории на эту тему, есть более определенные на эту тему. Сейчас проверим свет, звук. Дождемся Саши и поехали. Вот, потому что это такая история, понятная мне, понятная Саше, потому что мы обе так сделали. То есть я уже давно не живу в своем родном городе. И вообще, если вы заметили по Инстаграму, то я больше четырех дней обычно нигде не нахожусь. При этом у меня сохраняются все, скажем так, попутные, пассивные доходы, потому что они многие удаленные и для немногих в Интернете, да, или я могу работать, скажем так, вообще без каких-то определенных инструментов. У меня такое солнце случилось. Привет! Привет, Рада! Я тут смотрю, у меня сегодня солнце есть, а у вас нет. Да, это Убуд. Так. Сейчас настрою, подожди. Я думаю, что так нормально. Да, привет! Всем привет! Классно слышно и видно. Все супер. Так, смотри, у нас сегодня сухой прямой эфир. Он такой прям по делу-по делу, потому что в тот раз мы просто говорили по пользе, да, и вот давай в этот раз информативно. Вот смотри, например, я девочка, которая решила, что хватит так жить, да, я хочу уехать из родного города. И вот для меня удаленная работа – это тот залог свободы, который даст мне возможность поменять локацию. И вот я хочу с этой точки зрения сегодня поговорить. Сейчас чуть-чуть я... Не привыкла. В Екатеринбурге всегда такой сухой воздух. Не могу к нему... Ты в Екатеринбурге? Ну да, в Питере оно, как ты знаешь, ближе к Убуду по степени влажности. Вот. Подожди, у меня какая-то мысль такая была, и она убежала. Ну ладно, давай пока скажи, я потом догоню. Так, ну что касается перехода на удаленную работу, там, или той темы, что уехать из родного города в какой-то другой город, либо же в какую-то другую страну, это в принципе на самом деле не то, чтобы там реально, или не то, чтобы это всё возможно. Это так, вот я считаю, это так, как должно быть. Потому что, ну не верю я, чтобы мы, да, там все люди, да, должны были быть прикованы к какому-то одному месту, одной какой-то деятельности, или ещё что-то, да. То есть это достаточно такая вот история, я бы сказала, так, как это, так, как должно быть. И поэтому, когда мы себя, допустим, спрашиваем, реально это или нереально, конечно, это всё реально. Я думаю, что это просто, прежде всего, у нас в голове, да, есть какие-то определённые моменты, которые нас ограничивают, но это всё реально. И люди, которые так живут, да, ну даже вот взять там нас с тобой, да, или там ещё много людей, да, конечно же, это подтверждают. И это нормальное желание для каждого человека быть свободным, физически свободным, быть свободным и финансово, да, и как-то, блин, внутренне, всячески, да. То есть это нормальное стремление, это нормальное желание. И я считаю, что если вы задумываетесь об этом, да, вам нужно просто делать все шаги для того, чтобы это реализовывать, и для того, чтобы, ну, как бы приблизиться к этому состоянию, да, и как раз-таки все вот эти профессии удалённые, да, будь то консультирование по матрице, да, которое я делаю, будь то какие-то другие профессии, они очень хорошо в этом помогают, поэтому здесь вообще только зелёный свет, и, ну, это нормальное желание. Я считаю, что вообще, ну, все так должны жить на самом деле. Какое время ты потратила на то, чтобы суметь вот так вот перемещаться и быть на плаву финансово? Сколько лет ты готовилась к этому шагу? У меня это было в районе где-то трёх лет, ну, причём это три года такие вот поступательные, да, то есть сначала это был найм, с найма там появилось желание свободы в плане там своего дела, своего бизнеса. Я ушла, открыла свою школу танцев, потом появилось желание стать ещё более свободным, да, и освоить удалённые профессии. Я начала там с профессии копирайтера, ну, и потом же параллельно системы самопознания, да, в них я искала ответы на свои внутренние вопросы, на родовые вопросы, да, ну, то есть занялась таким непосредственно погружением в саму себя и начала потом консультировать и одновременно занималась и копирайтингом, и консультированием. И я потом ощутила, вот, что это означает действительно быть свободным. То есть когда я была в своём деле, в своём проекте, в бизнесе, я тоже чувствовала себя свободной, но ты всё равно привязан к какой-то, к какому-то месту или даже к городу, да, то есть чтобы тебе, допустим, уехать, имея бизнес где-то в оффлайн-бизнес, да, то нужно достаточно хорошо так поработать над делегированием, на то, чтобы оставить, да, вот это своё дело, вот. А когда ты начинаешь уже реально работать удалённо, когда тебе для того, чтобы работать, нужен только телефон, да, и интернет, и там компьютер, я реально почувствовала, что это стоит того, это то, как мы должны вообще в принципе жить, то, как я хочу жить, да, и, соответственно, я начала делать все шаги для того, чтобы перейти туда. Ну, это вот где-то три года, и вот два года я уже консультирую по матрице, и год я уже живу на Бали, и, ну, собственно, это вот то, к чему я стремилась, и это моя мечта, и она осуществилась. У меня есть классный пример. У меня в Екатеринбурге осталась одногруппница. Мы учились в институте, в архитектурном месте. И, наверное, когда я занялась плотно своим инстаграмом, да, ну, то есть я понимала, что всё равно какая-то онлайн-трансляция из себя, какое-то транслирование в инстаграм или в соцсети, оно нужно. То есть до меня в какой-то момент это дошло. Гораздо позже, чем до многих остальных, потому что есть люди, которые прочухали это, как только инстаграм, там, и другие соцсети появились. До меня это дошло поздно, и очень, знаешь, так, меня приперло, потому что я подписала очень крутой контракт в России, и мне нужно было быть, ну, таким, типа, лицом. И я понимаю, что у меня закрыт инстаграм, 700 подписчиков. Я такая, ну, капец. А я уже сильно отстала от всех, кто там, знаешь, у нас даже в городе были очень раскаченные специалисты. Я такая, блин, ну я их никогда не приняла. Они уже там 4 года этим занимаются, туда вкачивают деньги, силы каждый день. И я такая думаю, ну, блин, если я сейчас не начну, я тогда и через 5 лет также могу рассуждать, а они обе год. И мне хватило тогда рационального какого-то мышления, знаешь, этого зерна логики, чтобы понять, что в любой момент можно начать. Всегда будет кто-то до тебя, всегда будет кто-то после тебя и так далее. Вот. Но ты это делаешь для себя, и смысл сравнивать с кем-то более успешным в этот момент абсолютно бессмысленно было. И вот у меня эта одногруппница в Екатеринбурге, она занимается накоточками, очень хороший мастер. И я, когда начала это делать, я ей рассказывала, что я делаю, у меня результаты. Постепенно, постепенно, постепенно у меня появился какой-то полуклиентов с Инстаграма, с соцсетей. И вот, наверное, я занимаюсь этим ну лет 5 точно Инстаграмом. Ну, не знаю, может 6. И вот она до сих пор не начала этого делать. Я говорю, Аня, но ты же понимаешь, что если ты сейчас не начнёшь, то ты мне в 65 лет ту же самую историю будешь. А у человека классическая ситуация, что у него не двигается денежка много лет. Ну, то есть одна и та же цифра, одна и та же работа, всё одно и то же. Начинается день сурка, уже не очень интересно это всё. Да, хочется эмоций, хочется там приключений, передвижений, свободы. Я говорю, слушай, ну вот ты мне каждый год на этот разговор, это одинаковый разговор каждый год, когда мы видим всё. Ты начнёшь себя транслировать, когда ты начнёшь готовить себе почву, чтобы уехать, а у неё мечта всей жизни уехать, у неё дочку, у дочки мечта всей жизни уехать. И она, вот просто, понимаешь, не делает. Я говорю, но ничего не изменится. Вот я тебе кляну, 65 лет, ты мне будешь ту же самую историю говорить, что тебе-то хорошо, а вот мы тут. Я говорю, блин, ну смотри, вот у меня уже, да, есть возможность там, я очень много передвигаюсь. Больше четырёх дней я обычно вообще ни в каком городе. При этом, ну, дела идут, да, при этом я так расширила своё сознание, да, за счёт шага, что я началась оттранслировать, за счёт этого смогла переместиться. Я научилась вообще все бизнесы вести удалённо, не только онлайн-бизнес. У меня ещё много, много других, там, оффлайновых историй, да, у меня есть стройки. Ну, всё идёт, то есть, я в ЕКБ, стройка идёт, да, в другие города. Я в Питере, стройки везде идут. Там, у меня есть оффлайн-бизнес в Екатеринбурге. Всё это происходит просто потому, что я, как бы, получила вот этот навык один раз, очень мощный, к перемещению, да, за счёт того, что я, первое, поняла, что я этого хочу, второе, начала хоть что-то для этого делать. Вот всё, что мне тогда казалось, что мне как-то поможет, я это делала. Ну, понятно, что инструменты меняются. И каким-то образом это у меня в голове начало проецироваться абсолютно на все сферы жизни, которые у меня, да, вот там пишут, что это прокрастинация. Да, и многие из вас примерно так же думают. Не, ну, вам-то хорошо рассуждать, вы тут сидите в прямом эфире, Сашка, он вообще в Убуде, а вешне там выходит. посмотрите, какие джунгли. Ну, конечно, на самом деле, это же всё, всё действие. Ну, понятно, что там надо мечтать, да, понятно, надо визуализировать, понятно, нужно там, не знаю, аффирмации проговаривать или ещё что-то. Понятно, что всё это нужно, но без каких-то действий, конечно же, это ничего не будет, поэтому вот как раз-таки, если у вас есть мечта, там, работать удалённо или стать свободным, и если вы это подкрепите, конкретными действиями, то, конечно, будет результат, и в этом просто нет вообще ничего сложного и страшного, здесь просто нужно, мне кажется, решиться сделать вот этот первый шар, но вот я его делала очень резко, то есть я в своей жизни делала все шаги, вот я, знаешь, как вот эта вот история, мне всегда говорили, я не умею плавать, ну, вот прямо до сих пор, ну, до сих пор вот на глубине, и мне всегда говорили, вот, если бы тебя маленькую бросили там в открытый там океан, да, ты бы научилась, и вот у меня вот эта вот история, она, наверное, вот на протяжении жизни была, то есть я себя специально, да, ну, как бы толкала в эти ситуации, и понимала, что у меня не будет просто выбора, и я должна буду решить как-то эти вопросы, вот, то есть для меня это было очень достаточно резко, ну, 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 допустим, сейчас пройдя этот путь, да, я понимаю, что можно было намного мягче, и можно было намного, знаешь, из любви тоже к себе исходить, что не пускать себя, да, в какие-то очень такие жесткие ситуации, чего, в принципе, сейчас, наверное, многие и опасаются, и поэтому то, что я делаю, допустим, сейчас в своем курсе для консультантов, ну, прям создаю все условия для того, чтобы им было комфортно, да, знаешь, вот это вот все познать, и комфортно было стартануть, ну, то есть, а дальше уже, конечно же, все зависит от каждого человека, потому что, ну, вот эти вот переживания, какие-то тряски, конечно же, хорошо иногда себя бросать, вот эту, выходить из зоны комфорта, скажем так, но сейчас в наше время, когда есть абсолютно вся информация, любая в доступе, я не думаю, что это прямо есть такая какая-то необходимость, потому что любую информацию можно найти, и любого, знаешь, под любого человека, то есть, все, что вы хотите, да, там, любого кого-то даже наставника, который вам откликается, мы с тобой уже об этом говорили, да, поэтому, да, здесь нужно просто решиться, и, ну, как бы сделать этот первый шаг, и, ну, вот так, да. Я про мягкость соглашусь, да, потому что такой, может быть, не совсем приятный момент, но, знаешь, я как сделала, вот у меня был, скажем так, наблюдательный опыт, да, опыт наблюдателя, а у меня была тоже девчонка из института, она архитектор, и она из нашей тусовки, самая первая, уехала на совсем, то есть, например, у меня был опыт, я почти 7 лет проработала в Китае, то есть, я все время была в командировках, туда-сюда, и я часто там по 2 месяца находилась, мне казалось, это вообще норма, а что такого, блин, на Китае я его как облупленный знаю, а когда я девчонкам там из института говорила, что я вот работаю, я командировочная, у них там от страха глаза закатывались, да, вот, но при этом, когда я видела, как одна из них рискнула, она сдала две квартиры свои маленькие, и она уехала учиться в Милан, по-моему, или в Венецию, на архитектора поступила бесплатно, и мне казалось, это настолько страшно, настолько рисково, я вообще не представляла, как она это делает, это же за границей, там все непонятно, при этом я практически жила в Китае 7 лет, но мне казалось, я же командировочная, я же как бы, ну, вообще, тут все понятно, меня там фирма поддерживает, мне там всякие суточные оплачивают, и билеты, и перелеты, а тут она взяла, поступила в институт, и уехала учиться, и мы когда к ней в гости прилетали, блин, она вообще адаптировалась за полгода, она говорит, ну, первые два месяца было сложновато, потом я быстро тут сориентировалась, теперь я вот тут работаю, вот тут, вот тут, в итоге она настолько, знаешь, как бы, дельная оказалась, что ее контора итальянская, трудоустроила, оставила, хотя это большая редкость, обычно эти студенты, они учились там 4 года, и уехали, но просто меня поражает, насколько со стороны мне казалось, это вообще жесть, ну, то есть она одна, девчонка, ей там до 30 лет, она взяла и уехала, и я, когда уезжала, я первый раз уехала внутри своей страны, то есть я из Екатеринбурга уехала в Питер, я тоже все бросила, то есть кинула себя в безвыходную ситуацию, я бросила всех клиентов, потому что я обутала руками, и у меня была выгодная ситуация научиться работать или удаленно, или как-то себя транслировать, да, через интернет, и через 2 месяца из вынужденной ситуации я это сделала, но мы вам всем так не советуем делать, потому что это... Нет, можно сделать проще, правда, вот честно. И, конечно, надо такие истории готовить заранее, потому что вот у нас есть 2-3 удачных примера, но это не точно, и, скорее всего, неудачные примеры, никто в Инстаграм не выходит в эфире и не рассказывает, вот, поэтому не входите в утопию, что если вы себя сейчас резко закинете на середину озера, вы выплавите... А мне кто-то звонил, я скинула. Вот, идите, постепенно готовьте себе планомерно историю, которая позволит вам, возможно, поначалу больше передвигаться, возможно, хотя бы жить на 2 города, это тоже классная история внутри своей страны, начать жить на 2 города, да, вы видели специалистов, у меня многие вот уже девчонки знакомые, специалисты так делают, то есть она, например, косметолог, да, она 5 дней в Москве принимает, там, 5 дней где-нибудь в Тольятти, или еще что-то. Я знаю девчонок, которые берут там не очень далекие города, там и на треугольник работают, и это постепенно их растягивает, то есть если вы заходите в эту историю, придумайте себе вот такую мягкую растяжку, да, или, например, классная история, когда вы вообще остаетесь в своем же городе, и, например, начинаете работать с людьми из других стран, и у вас тоже постепенно сознание расширится. Сашенька, ты у меня зависла, вот, а я как раз хочу слово тебе передать, чтобы ты рассказала вот этот пример, да, вот скажи, это же тоже история, да, вот ты как специалист, находясь в одном месте, начинаешь работать с людьми из разных стран, это же тоже своеобразная растяжка, вот ты, например, когда еще не переехала из своего родного места, да, на Бали, у тебя уже были иностранные клиенты, ну, из-за границы? Я думаю, что, насколько я помню, нет, это было год назад, но нет, наверное, они начали появляться все-таки здесь, когда я уже была здесь на Бали, работала, в принципе, здесь офлайн, проводила консультации для иностранцев, да, или для тех, для, опять же, русскоговорящих, кто живет в других странах, потом это через онлайн началось, но это вот про растяжку, это тоже очень верно, потому что это очень сильно раскрывает сознание, особенно когда вот эта пандемия началась, когда вот этот карантин, да, и, естественно, границы все стали закрыты, да, и все начали выходить действительно в онлайн и общаться, и для меня, вот я помню тот период, это было прямо еще большим таким раскрытием сознания, что вау, действительно, сколько много можно найти единомышленников по всему миру, ну, то есть границ вообще, да, то есть границ вообще их нету, то есть, в принципе, если я там три года назад, да, думала, что, вау, для меня начать бизнес, это будет, вау, какой выход на свободу, да, потом я такая думаю, ага, есть что-то еще, вот они же как-то это делают, дай-ка я еще тоже попробую, потом начинаю выходить в онлайн как консультант, да, и понимаю, вау, да даже, знаете, это вот не то, что я там могу ехать в другой город, вот, а даже просто я могу посвятить время самой себе, даже находясь вот в родном городе, то есть я могу распланировать свой день так, как я хочу, и пойти в любимое кафе, и провести там просто время, и там же работать, то есть это же тоже своего рода такая, ну, тоже я считаю достаточно это, блин, классно, и я такая думаю, вау, я могу даже в своем городе, да, передвигаться, как я хочу, где я хочу, а потом, ой, а что дальше, да, а дальше я могу уехать там в другой город, но я сразу уехала на Пхукет, то есть начала консультировать, и такая думаю, так, если я хочу, беру билет в одну сторону, улетела на Пхукет, и начала там консультировать, я поняла, что, ну, ничего себе, ну, то есть я сейчас нахожусь в другой стране, и я работаю, зарабатываю, да, и все, что от меня нужно, это просто быть более, скажем так, дисциплинированной в плане там самоменеджмента, да, и я такая думаю, вот так вот я хочу, да, и, конечно же, потом я стала это идти в этом направлении, а уже когда, будучи здесь, живя здесь на Бали, когда вот эти, карантин случился, и когда действительно все начали вот, ну, прямо массово выходить в интернет и общаться, и понимать, что сейчас можно все делать онлайн, и даже вот когда вот этот карантин случился, у меня подружка, она фотограф, фотографиров, то есть она, казалось бы, самая оффлайновская работа, она начала выходить в онлайн, она начала фотографировать через камеру, ну, то есть у нее прям пошли заказы на то, чтобы во время карантина, когда люди сидят дома, они все равно могли делать контент, да, и она им делала полноценные фотосессии только через объектив, то есть люди начали понимать, что можно жить онлайн, да, и, ну, для меня это стало прям тогда реально вот таким еще большим раскрытием, а когда я уже начала работать с людьми с разных стран, ну, как бы у меня достаточно хороший английский, я, в принципе, здесь работаю с иностранцами, но когда ты понимаешь, что вас много, и вы просто вообще по всему миру, у меня ученица из Австралии, она украинка сама ученица, студентка в Англии, она у меня прошла, да, в Германии живет, кто-то там в Голландии, еще одна в Германии, там, в России, из Китая, девчонки, ну, то есть это здорово, потому что для того, чтобы тебе действительно работать, тем более вот ту деятельность, которую я, да, пропагандирую, ты еще и помогаешь другим, ну, то есть ты не просто исходишь из того, что дай-ка я заработаю там онлайн и так далее, а ты еще и другим пользу даешь, то есть это, ну, это вот вдвойне в тройне это круто, и вот когда ты это на себе ощущаешь, ты, конечно, начинаешь понимать, насколько вообще границы, а не только вот у нас в голове, и, ну, вот я сколько там живу, да, там тоже развиваюсь все больше и больше тоже это понимаю, сознаю, это классно, это классно. Я, знаешь, за вот эти полгода карантина, которые я осталась в России, а вы все на Бали, я поняла, что у меня вообще нет ощущения разделенности никакого, то есть я думала, что я сейчас буду дико по всем скучать, вообще-то, да, ну, то есть я телесно очень далеко, но мы так часто общаемся со всей нашей тусой, у меня вообще нет ощущения постоянной, какой-то разделенности, что я как-то, вот, знаешь, хочу там кого-то, не знаю, приобнять, у меня ощущение, что вот мы все как-то в одном пятачке где-то находимся максимально... На одной планете? Все время, да, и вот это уже ощущение человека мира, потому что, я помню, раньше, я, знаешь, такая упертоправая малолетка говорила, я не уеду из своего города никогда, потому что... Патриотка? Друзья, да, тут мои друзья, и знаешь, да, как взрослые жуты над малолетками, которые там детская дружба вот эта, типа это навсегда, навсегда, это мои там, любовь на всю жизнь, друзья на всю жизнь, вот, и взрослые вечно потрунивали, когда мы такую ересь несли в детстве, и вот у меня, когда еще был такой, знаешь, период, типа, 20 лет, мне казалось, нет, у меня тут такие друзья, вот, на всю жизнь я отсюда никогда, никого вообще, понимаешь? Единственное, с которым я общаюсь в Екатеринбурге, это мой бывший муж, а мы с ним знакомы лет 5, как, наверное, понимаешь, все, я больше вообще избегаю вообще старые контакты абсолютно, мы вообще в разные стороны ушли по мыслям, и меня так отпустило, и вот, мне кажется, многие, они, из-за того, что, ну, знаешь, им кажется, что больше никогда ничего не будет, они вот держатся, и сейчас есть, мне тоже казалось, что вот если я с этими друзьями испорчу отношения, там, мы разъедемся, ну, как же мы разъедемся, мы не будем видеться, это так важно, и, блин, вот, многие мои друзья раньше меня уехали из этого города, и они уехали в Питер, в основном, в Москву, да, как раньше делали, и я начала так часто летать в Москву и в Питер, что меня это очень сильно растянуло, то есть, я просто... понравилось. Понравилось, да, а потом, когда я привыкла передвигаться уже, чтобы с кем-то повидаться, я начала в новые места много передвигаться, я поняла, что, в принципе, не могу сказать, что я по кому-то скучаю, я могу познакомиться на переписке, и вот этого, знаешь, со временем нету телесной потребности с кем-то находиться там рядом в одной комнате, мне вот очень хорошо, и я думаю, что у многих сейчас есть это ощущение, что как же так, родной город, у меня тут вообще все знакомые, все связи, вообще, знаете, новые связи знакомые зарабатываются за две недели в любой стране, если вы человек широких взглядов, если вы не говнюк, если вы умеете общаться, да, ну, у вас какой-то уже есть зрелый опыт внутренний, и, например, в своем городе я не смогла найти окружение мечты, я понимала точно, с кем я хочу общаться, какие мне нужны, насколько зрелые люди, и их здесь нет, просто нет, но я как человек, который гиперактивный, меня очень много людей знают в родном городе, я знаю всех активных, и это не то, то есть это не те люди, с которыми я хочу, например, на долгий срок общаться, там, как-то плотно взаимодействовать, и я нашла этих людей даже не в России, хотя они все русскоговорящие, они все из России, в исходнике, но я их нашла не в России, и вот у меня этот путь занял 35 лет, но вы знаете, тем не менее, он произошел, потому что вот, да, в эту поездку встречалась Санька с моей одногруппницей, и у нее не произошло ничего, она не, скажем так, не представляет, да, как поменять точку даже относительно страны, ну, то есть она настолько себя вот как бы уперто настаивает на вот этой истории, что я привязана к точке, а у нее даже уже дети, причем на онлайн образовании, мы начали давно почву готовить, чтобы она смогла переезжать, у нее все дети на онлайн, и все равно у нее как бы, ну вот нет, да, вот этой истории, потому что над ней нужно работать, ей нужно плавно-плавно свою жизнь внедрять, и если, ну вот просто, скажем так, что мы с Сашей хотим сделать, мы хотим вам дать провокацию на какие-то шаги, вот так, не на какие-то точные, да, но на какие-то. Да, конечно, потому что, ну, я думаю, что это всем понятно, если мы будем лежать, и ничего не делать, ну, ну, ничего не придет, ну, это же, это же понятно, понятно, что должны быть шаги, и я просто за то, чтобы эти шаги были плавные, за то, чтобы эти шаги были, знаешь, с заботой все-таки о себе все равно сделаны, потому что, ну, как бы у каждого все равно своя стартовая точка, да, я, допустим, стартовала из такого, как сказать, я стартовала, да, из состояния, что я была там одна, у меня нету там ни детей, ни мужа, да, то есть, ну, как бы у меня особых каких-то обязательств, да, таких вот, как люди другие имеют, у меня их не было, и, конечно, там равняться на, ну, на меня, грубо говоря, человеку, у которого там семья и дети, да, конечно, это будет немножечко неправильно, да, но это просто как такое вдохновение можно использовать, да, потому что у каждого разная стартовая точка, но то, что это реально выйти хотя бы, знаете, даже вот на состояние, когда у вас есть либо ваша работа, скажем так, да, но вы параллельно занимаетесь еще тем же консультированием, делаете это для души, и вы видите, что да, это работает, да, то есть параллельно имея какой-то стабильный заработок, да, у меня так очень много на самом деле делают, у меня вот в профиле школы по матрице у меня, мы делали разговор с студенткой, она, это женщина из Германии, она работает там налоговым инспектором в Германии, и параллельно вот у нее вот крик души, да, начать действительно помогать, приносить пользу, и она начала делать консультации параллельно, и у нее как бы сгармонизировалось вот это состояние, потому что когда постоянно находишься вот в этой системе, я ее прекрасно понимаю, когда я работала в следственном комитете, то есть в принципе эта система, это очень достаточно эмоционально, психологически сложно, и у нее сейчас появилась вот такая дополнительная деятельность, и она прям загорелась, то есть она прямо расцвела, у нее какой-то смысл даже появился, и она пробует, у нее есть вот такая деятельность, и вот такая деятельность, кто-то там меня, допустим, вообще не планировали консультировать, вообще, ну то есть она тоже там ей 37 лет, женщина, она говорит, просто увидела тоже наш с тобой эфир, говорит, заинтересовалась просто познать себя, начала изучать, начала вот это вот все себя, ну как бы узнавать со всех сторон, на свои плюсы, минусы своего мужа, с мужем у них начали отношения выстраиваться, муж сказал, какая-то ты стала спокойная, какая-то ты стала вообще другая, начала ко мне прислушиваться, и она потом начала другим тоже консультировать, и у нее сейчас это переросло в деятельность, она за свою консультацию берет 120 паундов, это, ну примерно там 100 долларов, 150 долларов за одну консультацию, ну то есть для нее это переросло вот в такое, то есть она сидит, ухаживает за ребенком, и у нее появилась еще дополнительная деятельность, кто-то, допустим, есть такие, которые полностью занимаются, конечно, матрицей, но вы должны понимать, что полностью сразу уйти на удаленку, это тоже требует какого-то комплексного подхода, и все равно это должны уже более серьезно заниматься, я бы рекомендовала это либо параллельно делать, либо даже выйти на то состояние, когда вы внутри своего города можете позволить себе вот эту свободу, то есть когда вы внутри того места, где вы сейчас живете, потому что сейчас тоже в связи, да, в связи с пандемией, ну как бы многие ограничены, да, выезжать куда-то там, даже в какой-то другой город, поэтому даже если вы будете свободны просто в своем времени внутри своего города, и вы сможете просто там, вот сегодня я захочу встретиться с подружками, да, или там сегодня я захочу с кем-то познакомиться, да, и, ну или просто там провести время сама с собой там походить, не знаю, погулять, да, или там провести день там по шоппингу, я не знаю, ну у каждого опять же свое, или просто дома наконец-то хоть раз за много лет, да, посвятить время себе, да, я считаю, что это тоже вообще классная возможность, то есть не обязательно сразу брать там какой-то, знаешь, за границу сразу, да, или там куда-то улетать, просто даже вот если вы позволите себе эту свободу внутри своего города, внутри того места, где вы живете, я считаю, что это уже классно, а по поводу вот этого вот онлайна, вот того, что ты говорила, что, ну, как бы не скучаешь, и вот это не происходит, я немножко вот год уже практически здесь, и я недавно очень сильно начала скучать по родным, ну, то есть по маме, по брату, я очень скучаю по брату, вот, но мы с ними постоянно на связи, и как бы вроде бы нормально, и недавно тоже с бабушкой разговаривала, ей 72 года, она мне не умела пользоваться видео ватсапом, то есть мы с ней постоянно созванивались, и она говорит, я соскучилась, я так соскучилась, я тебя там давно не видела уже, там года два не видела, я даже забыла там, как ты выглядишь, и все, я говорю, это, давай, говорю это, переключай на видеокамеру, мы переключили, она такая, о, а что, так можно было, что ли? Ну, короче, она посмотрела, она сказала, все, я уже не скучаю, ну, то есть, и все, и она даже спокойно занимается своими делами, ну, то есть, конечно, это все реально, это, в принципе, реалии нашего сейчас мира, поэтому чем раньше начнете, тем на самом деле будет лучше. Слушай, ну, вот эта классная история позволит тебе свободу хотя бы внутри своего города, потому что для меня это настолько давно норма, я никогда не старалась работать на каких-то таких суперклассических работах, но я вот сейчас вспомнила, пока ты рассказывала об этом, мы когда с Димой, с бывшим мужем познакомились, он работал на классической работе, и его больше всего сразило, что я не хожу на работу, а для меня это было уже такой закостенелой нормой вообще-то, мы с ним, ну, не знаю, около 30 лет нам было, когда мы знакомились, и я вообще не ходила на работу, при этом у меня уже было две квартиры купленные в собственности, да, и куча каких-то вообще сумасшедших экзотических поездок и всякой ерунды, ну, такой, блин, как круто, что так можно было? И ты знаешь, он заняло вот это, внедрить в себе эту мысль меньше двух месяцев, через два месяца он уже не работал на работе, а денег стало больше, конечно же, потому что есть такая история, что пока вы очень закостенелы в своем расписании, вы более обеспеченным, более интересным людям неинтересны, потому что вы для них классический подчиненный раб, который по рельсам и по рельсам и по рельсам, человек, который на рельсе все время, у него тоннельное мышление, с ним неинтересно, да, и вот если человек додумался хотя бы до того, что он может управлять своим временем, да, вообще своими свободами, это уже говорит о кругозоре, это уже интересный человек, и с ним уже можно о чем-то поговорить, и, конечно, я думаю, чтобы работать с интересными людьми, а мы все это хотим, нужно, скажем так, качать свой кругозор, растягиваться и расширяться. Давай расскажем про курс, потому что мы это делаем под соусом, да, выгод, то есть мы, смотрите, что мы делаем, мы всегда пытаемся объяснить, да, то есть, например, что вы можете пойти по пути консультирования по системе, которую Саша преподает под соусом реальных выгод каких-то, потому что многие из вас, вы о многих вещах даже не думали, вот даже ты что-то говоришь, я об этом не думала, потому что для меня это, ну, или норма, или неактуальна, еще что-то, и вот я помню эти состояния, когда я, мне мир казался тупиковым, вообще тупиковым, я вообще не понимала, откуда деньги беру, я думала, что вся моя жизнь пройдет вот как у этих людей, которых я наблюдала, когда ты каждый раз, получая зарплату, понимаешь, что тебе не хватит до конца месяца, вот, знаешь, это реальность моего детства, когда люди жили от зарплаты до зарплаты, хронически все недовольные, это взрослые люди, и они все были вокруг недовольны, и вот я в какой-то момент верила в это все, и маленькими шагами я оттуда как-то себя выскорбила. И вот если у вас есть похожая цель, то Саша преподает очень классный курс, если вы зрелый, адекватный человек, да, там, не слишком критичный, не, скажем так, ни на храпистый, ни на пористый, достаточно уже... Открытый. Да, уже вы поняли, что скорее хочется со всеми дружить, чем со всеми воевать, вот, вы можете попробовать историю, встать на путь консультирования, потому что большинство удаленных профессий это так или иначе какое-то консультирование. Да. Расскажешь, чем ты занимаешься? Да, расскажу, хотела вот прям что-то сказать и вылетела. Да, то есть система, которую я преподаю, это называется она «Матрица души», я о ней очень много раз рассказывала, вы можете посмотреть, да, либо же в донейшн-курсе, либо же у меня на страничке, да, то есть это полноценная система самопознания, такая же, как астрология, нумерология, дизайн человека, да, то есть это та история, когда вы по дате рождения понимаете свой потенциал, свои плюсовые, минусовые стороны, свое предназначение, деятельность, которой вам будет благоприятно заниматься в отношениях, как что и как сгармонизировать, да, и как вот действительно лучше понимать других, почему вот так вот они себя проявляют, да, и почему я с ними так проявляюсь, да, то есть вот это вот взаимодействие, и, конечно же, в дальнейшем, ну, это возможность именно самому стать консультантом, самому рассказывать людям, да, об их пути, да, и о том, куда их направить, потому что сейчас, я считаю, это очень востребовано, да, да, потому что, ну, каждый человек нуждается действительно вот в этом направлении, чтобы понять, и консультирование, оно может очень сильно в этом плане помочь как вам, так и другим людям, вот, собственно, у меня есть курс, он состоит из девяти уроков, он такой полноценный, от нуля до прям самого консультирования, и уже прошло четыре потока, выпущены десятки студентов, которые начали консультировать, сейчас они зарабатывают примерно от трех тысяч за одну консультацию, то есть, сколько у вас там клиентов и так далее, вы можете сами это регулировать, вот, но я считаю, все-таки, самая такая, конечно, вы начнете консультировать, конечно, вы начнете зарабатывать деньги, многие прямо окупают прямо вот во время обучения, то есть, мы консультируем, начинаем консультировать с донейшн, и вот буквально пару дней назад девочка в чат написала, я, говорит, вообще в шоке, я, говорит, получила, говорит, донейшн 6 тысяч рублей, ну, то есть, это первый ее консультант, она, говорит, я планировала после донейшн ставить там за две тысячи рублей, ну, вот, мне вот такая благодарность пришла, потому что, конечно, мы, помимо того, что всю систему мы от и до, да, разбираем, именно как ее практически применить, да, в нашей жизни, потому что многие системы самопознания, их достаточно сложно прямо вот, ну, быстро начать применять в нашем мире, да, в текущей жизни, здесь, конечно, вы начнете это применять в жизни, все эти практики, навыки и так далее, и также разбираем, а как же консультировать, то есть, как правильно доносить людям, потому что это тоже важно, ну, то есть, недостаточно просто обладать, да, какими-то знаниями, да, важно понять, как это донести до человека, именно таким образом, чтобы до него, ну, действительно, прям глубоко дошло, и чтобы он действительно ответил на какие-то свои запросы, и именно от этого идет вот такой вот отклик, такая обратная связь, она говорит, я, говорят, шесть тысяч рублей за первую прям получила, и кто-то прямо окупает, да, кто-то потом зарабатывает, это, конечно, все здорово, это, я считаю, такая одна моя, одна из таких ценностей этого курса, что люди сразу начинают это применять, но вторая ценность, я, конечно же, абсолютно вообще рада, тому, что люди действительно начинают себя понимать, потому что, опять же, не каждый может это сделать в плане самостоятельно, да, то есть есть те, кто действительно очень хорошо там знает себя, да, знает, куда ему идти, я думаю, что тогда система самопознания в принципе не для вас, но есть люди, которые действительно прям, ну вот запутаны и не могут разобраться, все накопилось, знаешь, вот это вот, и родовые какие-то моменты, и там семейные, еще здесь дети, как их понять, куда их направить, и все как-то это в одну, а еще здесь и работа, да, то есть все как-то это в одну сложилось, и у человека вот эта путаница внутри, да, ему сложно вот эти ниточки найти, да, чтобы каждую из сфер распутать, да, и понять, что все на самом деле нормально, просто важно вот это направление знать, и как раз-таки это то, чем мы занимаемся, и если честно, я получаю такую обратную связь, мне даже, я еще и пока, вот недавно получила обратную связь, я еще даже ее не выкладывала, вот просто прямо ее действительно проживаю, потому что это было настолько трогательно, когда девочка пишет, я говорит, вообще находилась в состоянии полной потерянности, ну, в плане там чуть ли не суицидальные какие-то вообще были моменты, прям, ну вот, вот это что называется, все наложилось, да, и она пишет, что действительно, как это помогло, помогла и сама система, и то, как мы работаем, взаимодействуем, потому что я, еще раз говорю, я за то, чтобы это все происходило деликатно, заботливо, мягко, потому что мы не просто, да, какие-то знания изучаем, мы изучаем именно знания, которые касаются нас самих, каких-то наших эмоций, поэтому здесь очень важно, конечно, быть деликатным, вот, и, ну, я думаю, что вот это, наверное, вторая ценность такая, когда человек действительно может понять глубинные, глубинные какие-то свои проявления, ну, и опять же, если возвращаемся к тому, да, почему я решила этим заниматься, да, я сама была на таком положении, когда вот все закрутилось, там и родовые моменты, у меня отец, он алкоголик, и вот все, что, ну, причем такой достаточно агрессивный, да, и я думаю, что те, кто это как-то в жизни испытывал, я думаю, что они меня понимают, что это означает, прежде всего эмоционально, да, когда ты в этом находишься, и, конечно же, мой путь в самоопознание начался как раз-таки с момента поиска вот этих вот ответов на вопросы и понимания, а что же дальше делать, да, и я очень хорошо понимаю, что означает, ну, распутать сначала вот эти моменты, родовые какие-то, да, потом взглянуть на себя уже по-новому, а потом уже перейти к деятельности, да, вот это вот все поэтапно, поэтому, не знаю, если вы хотите не только просто зарабатывать удаленно, но вы еще и хотите взглянуть вглубь себя, понять своих близких, если у вас есть какие-то конфликты, потому что, опять же, ну, не у всех есть, да, скажем так, ну, какие-то прямо вот такие моменты, но если же есть какие-то недопонимания, я бы очень рекомендовала конечно, и особенно если есть дети, и вы не понимаете, как их направить, это станет очень таким классным инструментом, ну, вот, вот, вот так. Система, которую ты преподаешь, она же в большей степени про предназначение, да, это такая инструкция по применению себя, вот ты родился в определенный день, и понятно, что у тебя есть какой-то код в тебе зашитый, да, этот код можно через нумерологию смотреть, через астрологию, можно через матрицу души, и эта история всегда про то, чтобы не тратить лишнее время и лишние силы, я вижу, да, что люди очень всегда стремятся найти хорошего специалиста, и мотивации у них очень похожи, они хотят один раз потратить время на поиск хорошего специалиста, а потом не тратить время по жизни на всякую ерунду, да, это же потому, что помогает выбрать сферу деятельности, не знаю, или тип работы внутри какой-то сферы деятельности, потому что, да, есть же люди более склонные, не знаю, там, к каким-то импульсным историям, есть более склонные, и это нужно про себя всё знать, потому что, когда вы вот изучаете себя с такой точки зрения, вы себе начинаете многие вещи прощать, и, например, когда я начала себе прощать свою иррациональность, мне стало гораздо проще жить, вот я сто процентов иррациональный человек, у меня расписание дня похоже на взрыв внутри хаоса, ну, то есть вообще для обычных со стороны непонятно, что я делаю, это абсолютно всё кажется нелогичным, у меня внутри целая система взаимодействий, такой сложный-сложный-сложный механизм, который работает, и вот, когда, например, я поняла, что для меня иррациональность это вообще классный рабочий лайфстайл, что мне тайм-менеджмент вообще не пригодится никогда в этой жизни, у меня нет записной книжки, у меня нет вообще никаких точных измерительных приборов, которыми можно как-то описать, уравновесить, там, не знаю, рационализировать свою жизнь, и мне стало вообще классно, у меня дела лучше пошли, и если вы вот про себя узнаете какие-то вещи, что ваши качества, которые из вас все родственники, друзья пытаются вытравить, говорить, что так жить нельзя, нельзя, люди по-другому живут, вот, как только вы узнаете про свое какое-то уникальное качество, что это вообще ваша основная чип, да, вам так похорошеет, вы так выдохнете, вы поймете, люди, я просто другой, я другая, и мало того, и вы другие, да, вы поймете, что все другие, и вы становитесь толерантными, и я очень много лет смотрела на слово толерантность, и для меня это всегда история была, знаешь, толерантность в пользу бедных, ну, то есть всегда приходят какие-то бедные и кричат, будьте к нам толерантны, ну, знаешь, то есть толерантность это типа такая выкачка своих прав, очень наглая, вот, от неимущих, когда я начала к хорошим астрологам попадать, да, у тебя у меня была консультация, у меня еще много специалистов, я поняла, что толерантность это когда я понимаю, что я не такая, как другие, и я просто к ним отношусь мягче, вот, у меня такой характер, у тебя такой характер, слава богу, что я об этом знаю, и из-за этого я нас не сравниваю, вот, и мне стало гораздо проще, когда до меня дошел смысл этого объемного понятия, все абсолютно уникальны, и даже вот не то, что если вы найдете в себе какую-то уникальность, да, и начнете это осознавать, а даже если вы поймете свои минусы, и поймете, что это минусы просто в каком-то чьем-то другом представлении, а для вас это может обернуться, ну, действительно, вашей особенностью, вашей изюминкой, допустим, вот у Рады, у нее по матрице базовая энергия, это 16 энергия, энергия духовного перерождения, и для человека очень свойственно разрушать что-то старое, что вообще не приносит никакой пользы, и на этом старом строить новое, да, это как в физическом смысле, вот Рада занимается стройкой, и я думаю, что, ну, это то, чем, наверное, ты не могла не заниматься, в принципе, ну, судя по твоей дате рождения, по матрице, и также это какие-то внутренние изменения, когда ты можешь действительно разрушать какие-то старые стереотипы, да, когда ты можешь разрушать то, что уже вообще, ну, оно не служит сейчас, да, и на этом месте строить что-то заново, это всего лишь одна такая первая базовая энергия, и это очень здорово понимать, когда вы общаетесь с людьми, и когда вы это понимаете, да, то есть мы понимаем, что я другой, но мы понимаем, что этот человек тоже другой, и это его путь, то есть нам, зачем нам на это обижаться или что-то с этим делать. Если, допустим, у меня у отца, да, есть энергия свободы, которая в минусе даёт как раз-таки вот эту безответственность и не, скажем так, не ценит свободу других людей, личную границу других людей, но это его минусовой потенциал, но у этой энергии есть и плюсовой потенциал, в плюсе это очень ответственные, это очень свободные люди, которые и заботятся, и свободны внутренне, физически, финансово, да. И у меня есть эта энергия. Вот что самое интересное, мы очень можем хорошо в семье просмотреть это, что это не просто так, и они нам даны для того, чтобы, не для того, чтобы нам плохо сделать, а для того, чтобы помочь нам раскрыть наш потенциал. И когда я вот это поняла, просто всё вот это отпало. Одно дело, когда ты понимаешь, другое дело, когда ты это видишь, и ты это просто можешь, ну, ты это отчётливо видишь. Ну, те, кто уже прошли, меня могут понимать, да. Это отчётливо видишь, что, допустим, у меня мама вот такие энергии, да, и у неё чрезмерный контроль, но она не могла быть другой, скажем так. Но для меня это тоже своего рода такая проработка для того, чтобы мне раскрыть свой потенциал. И когда ты понимаешь, ты понимаешь, вот это его путь, и я его принимаю таким, но я принимаю себя тоже, и я понимаю, что я не обязана там, ну, делать так же. У меня есть свой путь, своя дорога, и я знаю его, я знаю этот путь, я иду в этот потенциал. То же самое да, то же самое и с мамой, и с братом, и со всеми людьми, которых я встречаю, мне стоит посмотреть на их энергии, понять, что вот ты вот такой человек, это всё замечательно. Мы с тобой можем вот так взаимодействовать, да. То есть при этом тебе хорошо, мне хорошо, да, и каждый при этом идёт своей дорогой. Я считаю, это самый, наверное, самый классный навык и самая, наверное, полезная вещь, к которой я пришла. Когда ты понимаешь, что ты другой, но и другие тоже, позволяющим тоже быть другими, и они не обязаны быть такими, как ты, но ты в этом пути встречаешь таких же людей, как и ты, и вы начинаете взаимодействовать, и тогда у вас начинает происходить рост. И вот это классно. Мне кажется, это ещё очень круто для работодателей. То есть, например, если вы работаете кадровиком в крупной конторе, для вас это вообще самый первый навык, потому что это достаточно быстрая история, да, особенно если вы сможете это всё наизусть у себя впитать, вам будет очень легко с этим. И я помню мой опыт, когда я работала в двух крупных историях. Один раз вот я в Китае работала много лет, и после Китая я работала в Золотом Яблоке визажистом официальном. Я помню, как моя заказчица, которая меня нанимала, ну то есть я, знаешь, не то чтобы прям наёмник была в Китае, я такой типа на аутсёрсе специалист, то есть мне скидывают заказ, я его делаю, мне за это котлету денег. Я помню, как на меня все смотрели просто в шоке, ну то есть люди меня терпели. И вот моя начальница, которая сама меня наняла, она понимала, что я такая пробивная, что я вообще всё что угодно, мне ничего не страшно. И когда она наблюдала в реальности, как я работаю, видно было, что ей неудобно за меня, а я такая, знаешь, боевая. Я приезжаю в Гуанчжоу на новую фабрику, мы начинаем работать, всё, через два месяца я там самый главный человек. То есть какие там директора, вообще неважно. Я тут самое главное, всё. Я говорю, так, ребята, завтра никто не работает, у нас субботник, потому что у нас тут всё засрано, у вас вообще тут ни разу не прибираться. Вся фабрика встаёт в субботу, и у нас субботник. 200 человек, ну там, ты хренище народу, огромная фабрика. Мы моем двери, подоконники, окна вообще. Я там хожу всех, знаешь, чехвощи. Так, ты вот это мой, ты вот это, вот здесь нет, ну вот это. И они все меня слушаются. Вот, потом я такая, так, вот здесь, короче, нужно крышу починить, вот здесь вот кафель приложить, вот здесь вот это, вот здесь вот это. И мы просто всё время перестраивали фабрику. Постоянно. И они просто в щёке были, что вот я охеревшая, реально. То есть я для человека, который не обладает вот этим постоянным необходимым, да, каким-то улучшением, то есть мне нужно постоянно всё улучшать. Я могу делать годами, переделывать, пока не станет офигенно круто. Такой, знаешь, действенный перфекционизм. Не критичный, что типа не идеально, а я такой действенный перфекционизм. Так, делаем лучше. И я видела лица людей, которым было за меня неудобно, потому что они просто не понимали этого качества. И когда я ушла в золотое яблоко, я считаю, что человек, который меня нанимал на работу, он тоже не подумал. Потому что я пришла и снова начала рушить систему. Я говорю, так, вот это переделаем, вот тут вот так, а там невозможно, понимаешь? То есть там огромная такая вот, огромная-огромная синяя история с вертикальным ростом. Классическая синия ветка по спиральной динамике. И я такая, знаешь, пришла воспалённая оранжевая барышня, предприимчивая, говорю, так, надо всё рушить, переделать. И они, конечно, все охеревали, но какое-то время мы взаимодействовали или мы с себя, например, дистанцировали. И вот у меня был опыт, что когда я работала в Китае, мы с начальницей почти не виделись. И ей было хорошо, потому что у неё как бы сердце, знаешь, не тревожилось из-за того, что я такая сумасбродка, знаешь, тиранка. А вот когда я работала уже в Яблоке, там надо было каждый день приходить в офис, и, конечно, мы начали вскипать, потому что вот у меня постоянно это желание всё переделать, всё разрушить, всё улучшить, а люди хотят просто стабильности, они хотят... А тебе не дают это сделать. Да, у меня не было там вот этой возможности. И я считаю, что, например, если бы я была кадровиком, я бы очень сильно, бесконально изучала людей не по вот этим тестам, которые они дают, там типа треугольничек, кружочек и квадратик, выберите фигурку, а что-то более страшное. И у меня есть положительный пример из этих же. Я целый год или, может, даже чуть больше ещё по молодости пыталась устроиться байером в большую сеть в Екатеринбурге. Ну, я училась на флешн-дизайне, и тогда нам казалось, что круче байера работы нет в этом мире. Я ходила, наверное, там, ну, в районе 15-16, насколько я помню, в собеседование за год. Мне сказали, девочка, чтобы стать байером, нужно стать сначала консультантом. Я говорю, хорошо, пойду консультантом. Меня консультантом не берут. И вот, когда у меня было уже крайнее интервью, мне девушка говорит, слушай, ну вот ты год уже ходишь к нам, мы тебя не возьмём. Я говорю, а почему вы меня не возьмёте? Знаешь, такой нервняк. Она говорит, ну вот ты посмотри на свою подпись, а там в конце анкету вот эту, которую заполняешь, все эти психологические тесты, нужно подпись посмотри. Она говорит, посмотри на свою анкету, посмотри на подпись. Я смотрю на свою подпись, такая. Ну, подпись и подпись, а что такого? Она такая, ты у нас больше месяца, месяца, не приживёшься, ну, типа, ты просто сразу катапультируешься, ты посмотри на клон, на жим, она графолог, да, и она работала приёмщиком в контору, где нужны покладистые, спокойные, монотонные люди, она говорит, ты у меня больше месяца не проработаешь, ну, сдалась ты нам, иди куда-нибудь достигай, она говорит, ну, ты посмотри, а у меня роспись вот такого размера, вот с каким размахом, знаете, когда люди видят мой роспись, они такие, это роспись, типа, что, ты расписывала ручку, а там просто вот такая вот история, знаешь, там, и резкий выстрел вверх, и мне так понравилось то, что она мне сказала, я пошла учиться на графолога, то есть я по роспису могу сказать характер человека, могу сказать, склонен он, заканчивает дела, не склонен, и у меня был большой опыт, когда я, например, начала принимать на работу себе помощников, когда я работала в Китае, по свежику у меня было свежее знание, я им тогда пользовалась, я его со временем вообще забыла, я сейчас перестала это делать, хотя это так помогало, просишь человека расписаться там, я даже парней так тестировала на свиданиях, я говорю, распишись, я посмотрю, он расписывается, и понятно, у него, он доделывает дела, не доделывает, он амбициозный, не амбициозный, там, быстрый, немедленный, и это очень удобно, когда у вас есть знание, через которое вы можете быстро понять другого человека, и, например, вы можете сразу понять, что вы по смыслу подходите друг другу или не подходите, вы готовы мириться с какими-то качествами человека, или вам это будет очень в тягость, все, или вы понимаете, что с этим человеком нужно меньше времени вместе проводить, да, то есть ему нужна свобода, или с этим человеком нужно будет очень много вместе, да, ему прям вот нужно, чтобы постоянно был какой-то контакт и о привет там кто-то радуется что на лайк попал привет и это необходимый навык всем то есть мы можем сказать что вы отучились и саша и пошли консультировать где по предназначению конечно это котлеты денег потому что сейчас каждый первый хочет узнать свое предназначение потому что они видят удачные кейсы вот мы люди саши которые себе вообще все вот я при себя все знаю у меня плохого настроения даже не бывает потому что если какой-то процесс внутри пошел я прям понимаю что это происходит я понимаю что с ним делать как из него выйти и каждый человек хочет себе разобраться и вот если вы пойдете по пути до понимания того как вообще код человека можно распаковать как его можно подача рождения человеку подсказать вы можете вообще не знаю там захватить власть потому что люди которые могут помочь кому-то это люди которым потом такие бонусы прилетать вот иногда поможешь человеку знаешь ну вроде бы она но но он тебе да там что-то заплатил за консультацию а проходит время он говорит слушай я хочу там тебе поездку да подарить куда-нибудь или еще потому что у него там спустя время какой-то вау результат произошел у меня был такой опыт когда человек посмотрел мое интервью и такой присущи мне так понравилось я просто хочу тебе оплатить поездку мне так помогло бесплатное интервью на youtube которые ты просто раздаешь я хочу от себя благодарить это очень крутая история вы представляете насколько вы станете счастливыми если вы приживетесь в истории помогать людям это потрясающе приятно да для меня это уже просто настолько моя реальность поэтому когда мне ученики пишут вау там постоянно вот такие знаешь такие же отзывы по типу вот я получил там кучу благодарности или этом сегодня вот такой бонус получил или у меня там наладили взаимоотношения с родными и так далее я себя чувствую они горят постоянно себя чувствую каким-то волшебником и я им постоянно беру что это наше нормальное состояние это наше обычное состояние именно так это должно быть но не верю я в то что человек рождается для того чтобы только страдать или для того чтобы только мучиться правильно мы же все здесь для того чтобы расти развиваться и это то что поможет наверное обрести себя быстрее потому что я однозначно за то чтобы там использовать какие-то там психолога скажем да или же те же коучинговые какие-то сессии да у достойных наставников это классно но вдобавок к этому да можно еще себе вот такую информацию добавок к этому можно еще вот такую информацию иметь для того чтобы себе ускорить этот процесс да допустим для меня это просто стало действительно таким вот ну я думаю что ускорителем потому что мне это дало понять что вот допустим там у рада 16 энергия она для нее да про разрушение всего что уже не служит да и построение что-то нового у меня это 11 энергия кто в курсе проходил тренинг это энергия силы потенциала да которая там в минусе про такую вот силу там физическую еще что-то а в плюсе это сила принятия силу любви к любому человеку и так далее и когда ты это понимаешь ты это в себе чувствуешь уже ну то есть ты это уже в себе понимаешь но когда ты еще и слышишь этому подтверждение то есть твой вот этот путь к самому себе он ускоряется и если я чувствовал это раньше в себе что у меня действительно это моя вот такая черта в плане того что действительно понимать каждого человека входить в положение каждого человека да и ну как бы вот развивать себе вот эту эмпатию и сострадание возможно где-то да и и просто понимание другого человека. А здесь я вижу этому подтверждение, и я иду в это, делаю, у каждой энергии есть рекомендации, я выполняю эти рекомендации, и я реально ощущаю, как у меня жизнь налаживается, и внутреннее вот это состояние приходит, и это только одна из энергий, из всей вот этой матрицы. Ну, это бесценно, и всегда говорю о том, что я думаю, что в будущем это те знания, которые вообще должны выдаваться просто при рождении, вот прям в роддоме человека забирают или где-либо, да, и ему дают вот эту полностью карту по всем системам самопознания, чтобы знать, куда его направить, и это действительно может облегчить абсолютно. Так, Марина, у меня уход по жизни не бан, ну, вы поняли, да? А там были вопросы какие-то по матрице, можно я на них отвечу? Ну да, я только одного человека заблокировала. Обычаю кого-нибудь блокировать. Ну, ладно, я так не могу. Я обещала сухой эфир. Вот реально, сухой эфир. А сколько длится курс? Какая поддержка? Про чаты расскажи. Как им зайти? Так, получается, курс, да, курс длится, это 9 уроков, в доступе у вас будет 2 месяца, то есть это тот период, за который более чем реально освоить эту систему, да, при этом не растягивать, не сильно торопиться, то есть 2 месяца, видео у вас в доступе, все уроки. 9 уроков, каждый урок разделен на логические части, да, чтобы вам было комфортно воспринимать информацию. 9 уроков мы начинаем с первого урока. Первый – это вообще история, в принципе, матрицы, история, в принципе, систем самопознания, чтобы вы понимали, если вас тоже начнут спрашивать, а откуда это, зачем это, ну, как бы, чтобы вы тоже могли это рассказать и вообще понимать истоки. Дальше мы начинаем работать непосредственно с материалом самой системы матрицы, учимся строить энергии вашего личностного характера, это личностный квадрат, вернее, да, это энергии вашего характера, да, то есть включая энергии предназначения, кармические энергии, ваши плюсы, минусы, да, и вашу зону комфорта. Дальше мы идем, урок у нас посвящен нашим каналам, то есть канал денег, да, то есть какая деятельность вам будет благоприятной, какой у вас блок стоит на канале денег, потому что у каждого из нас есть определенный блок в финансовой сфере, у каждого он свой, и очень важно его узнать, чтобы его гармонизировать, чтобы у нас финансовая сфера, она улучшалась. Это канал отношений, это блок на канале отношений, у каждого есть этот блок, с точки зрения матрицы, и мы можем посмотреть, а что же нам мешает построить гармоничные отношения. Канал талантов, это родовой квадрат, мы смотрим влияние нашего рода на нас, влияние наших родителей на нас, кармическое влияние, каким образом они нам помогают расти в этой жизни. Это уроки по пятилеткам. Дальше идут. Мы определяем энергии наших пятилеток. То есть это не совсем прогностика, как скажем, в астрологии, когда мы можем прямо досконально знать определенную дату или же время, когда нам благоприятно выходить замуж, жениться или что-то, начинать бизнес и так далее. То есть не такой конкретной, как в астрологии, а именно энергии пятилетки, чтобы знать, куда направить себя конкретно в этот период жизни. К каждой энергии дается, есть методический материал полностью. Это в печатном виде, это расшифровка каждой энергии в плюсе, в минусе, какие рекомендации, чтобы вы не только свою могли матрицу понять, но разбирая матрицу других людей, конечно же, знать все энергии, как они проявляются. Это аудиометодичка, где есть более такой практический материал, который я сделала, исходя из уже пройденного опыта консультирования в течение более чем двух с половиной лет. Там именно такой вот практический материал по каждой энергии, как вы уже можете сейчас вашим клиентам говорить, какие рекомендации по их энергии. Это то, что сто процентов работает. И также отдельным блоком идут уроки по консультированию, потому что очень важно, еще раз говорю, вот история такая, познакомились, начали изучать себя, на своей матрице посмотрели, потом начали ознакомиться с матрицей близких, дальше посмотрели каналы, и дальше, когда уже полностью вы разобрали систему, у нас еще дополнительные уроки по консультированию, два урока. На первом уроке мы разбираем в принципе последовательность, то есть прямо что, зачем говорить. Я нигде не встречала вообще вот сейчас в текущий момент книжку по матрице, где мы вот так вот конкретно все рассказывали, потому что я передаю свой опыт. Ну то есть то, что у меня конкретно работало, и мне очень хочется, чтобы это тоже дальше развивалось. То есть прямо конкретно. Первое, второе, что говорить, что, возможно, не говорить, на что обратить внимание. То есть такая вот подсказка прямо вот пошаговая. И после вот этого урока, это будет восьмой урок, мы приступаем к нашей пробной консультации, где вы делаете это либо за донейшн, либо же за какую-то вот обратную связь, чтобы вы попробовали. И еще одна ценность этого курса в том, что мы сразу начинаем, приступаем к практике, да, и вы за этот курс можете попробовать и для себя понять, а реально это или нет. Потому что мы можем сидеть и долго, ну как бы и думать, да, о, да, я хочу, или о, я не хочу. Но пока ты это не попробуешь, ты же это не поймешь. И мы прямо во время обучения начинаем это пробовать. Вы получаете обратную связь, понимаете, что это реально. И дальше следующий урок, он уже непосредственно о вообще этике консультирования, да, как себя позиционировать как консультанта. Я даю вообще первые шаги, как себя выстраивать в соцсетях. То есть прямо вот что писать, да, то есть как писать. Это прямо для тех, кто, ну, ни разу это не делал, да. Понятно, что если у вас какая-то уже раскрученная соцсеть, для вас это будет просто таким вот напоминанием, вплоть до того, что какие первые посты писать, о чем их писать, да, ну, что вообще делать для того, чтобы стартовать. И потом, после девятого урока, у нас идет, ну, так называемый экзамен. Это платная консультация, и, как правило, ее все так опасаются, потому что, ой, а где я найду клиентов или еще что-то. Но когда вы проходите вот этот путь, когда вы делаете каждое домашнее задание, ну, вот 80% студентов, они уже с такой вот очередью, знаешь, а сделай мне, а я тоже хочу, а я тоже хочу, потому что все это хотят. И, конечно же, к концу обучения, да, у вас будет определенный там, ну, не знаю, очередь какая-то, или хотя бы один человек, да, кто это захочет, но, как правило, их всегда больше, и вы сможете это сделать уже за оплату. Мы также говорим, о сколько устанавливать, какую стоимость, с чего начать, как вам лучше это делать и так далее. Это что касается только видеоматериала, но еще есть, еще одна ценность этого курса, это наш чат, который действует с самого начала, и он действует полтора месяца, в котором я даю вам постоянно обратную связь. Не 24 часа в сутки, конечно, у меня есть определенное установленное время, в котором я вам отвечаю, потому что у нас разные там часовые пояса и так далее. Вот, но в этом чате я даю ответ на каждый ваш вопрос, и многие даже пишут, что это вообще как будто бы, ну, как бы консультация проходила, потому что, ну, на каждый вопрос я отвечаю, потому что это важно. Кто-то вдруг что-то не понял, да, ну, то есть это важно разъяснить, и многие говорят, что да, это понятно, но вот когда вы там сейчас разъяснили, это стало еще понятнее, ну, потому что очень важно это от эксперта тоже услышать, и, ну, как бы это, я думаю, что это нормально. Вот, и после каждого урока у нас есть домашнее задание, и пока вы не выполните это домашнее задание, вы не перейдетесь к следующему уроку, то есть это дает вам такую концентрацию прямо на тех знаниях. Это не так, что вы такие прошли, потому что для меня это ответственно, давать сертификаты в конце, да, чтобы вы консультировали, и я должна понимать, что вы точно к этому готовы. Вот, поэтому домашнее задание проверяем, стоп-уроки, какая-то обратная связь тоже в домашних заданиях, чисто вот вы просчитали ли вы верно, потому что там есть вычисления. Вычисления сами несложные, и, в принципе, если вы будете добросовестно выполнять каждое задание, обучение проходит просто, ну, такое ощущение, как будто вас берут, знаешь, и вот так вот проводят, и потом отпускают. И дальше, если вы хотите продолжить, тоже будет такая возможность уже в консультантском чате, это для тех, кто уже после обучения решил, что он хочет быть консультантом. Но даже если вы не решите, у вас останется, вы представляете, вот эта вот база данных на каждого человека, и навыки, которые вы можете рассчитывать, и это целая система. Ну, то есть, если мы возьмем, сравним, да, с астрологией, представляете, какой объем в астрологии, да, это сколько вообще времени требует это обучение, безусловно, это самая подробная система, и самая вообще точная и классная, да, но, ну, как бы, не всем нужно туда углубляться, да, и, а здесь вы получаете целую систему, плюс сопровождение, и, ну, это классно. Если вам это откликается, я буду вас ждать. Те, кто задумывается уйти в консультанты, лучше всего зайти к Сашиной страничку, я думаю, здесь есть ссылочка, да, активная в прямом эфире, вот, посмотрите страничку, присматривайтесь, очень внимательно выбирайте себе всегда наставника, который вас будет вести, никогда не учитесь у людей, которые вам непонятны, неприятны, неинтересны и так далее, вот, с которыми вы как-то не совпадаете, да, ищите себе подходящего учителя, тогда у вас будет все очень хорошо. Вот, и курс сейчас уже стартовал у нас вчера или позавчера, можно в течение первой недельки присоединиться, там, в принципе, не придется вам сильно кого-то догонять, вот, история достаточно длительная. Нет, Рада, мы перенесли, перенесли старт на 12. А, все, супер, я поняла, да, я просто еще давно эту цифру запомнила, в понедельник, да, у вас старт курса? Да. Да, старт в понедельник. в понедельник старт курса, он сейчас стоит 15 900 для профи. Смотрите, да, кто спрашивал про курс на донейшн, у Саши есть бесплатный курс, мы его раздаем раз в месяц на донейшн курс, это история, где вы можете с собой разобраться, да, это для личного пользования, пройдя ее, вы, конечно, не сможете консультировать, потому что это, ну, там нет, да, вообще ничего про работу, потому что... Нет, это просто для того, чтобы... Работа, да, такие истории, вот, от того, что вы посмотрите курс, как, не знаю, там, наносить макияж, да, вы не станете сразу визажистом, там нужно еще по узнанию, как это продавать. Да, это в любой профессии, вы понимаете, что просто теоретических знаний, да, недостаточно, то есть нужно, чтобы вам опытный человек рассказал, как все на практике происходит. И вот эта разница, вы можете в себе подразобраться, поймав бесплатный курс на донейшн курс, он за донаты, да, вот там кто-то спрашивал про донаты, вот он за донаты, если он вам помог, вы можете внести донейшн, то есть благотворительное, там, добровольное пожертвование, которое идет на поддержание Сашиных активностей, на поддержание нашего проекта, и если вы хотите стать профессионалом, то это уже платная история, такие знания никто не раздает, они очень редкие, очень ценные, мы не стремимся набирать большие группы, потому что это такой пул ответственных консультантов, то есть никогда в этом, мне кажется, в потоке не будет 300 человек, вот, это история про... Да нет, конечно. ...людей, которых вы всех запомните по именам в чате через два дня, то есть это малые группы, вас очень-очень глубоко, аккуратно, да, ведут, потому что вас там не миллион, и это глубокое погружение, и это возможность вступить, вот Саша сказала, есть чат поддержки после того, как вы закончите все обучения, он сколько-то стоит в месяц, и там тусуются все, кто консультирует конкретно по этой системе. Да, практикуют. Да, и девчонки, парни делятся опытом, какие у них бывают, да, какие-то спонтанные, свежие, да, какие-то положительные кейсы, истории, байки, потому что, конечно, вы можете учиться на чужом опыте, вы идете по схожему пути, но вы все в разных точках мира, и вы не являетесь конкурентами, потому что у вас все равно будет разный пул клиентов, если вдруг вы боитесь конкуренции, то вы должны понимать, что больше там, чем 2-3 человека в день, вы все равно консультировать никогда не начнете, потому что иначе у вас закончится жизненное время, и вы будете только работать. Вот, а если вы можете так мало пропустить людей через себя за день, то понятно, что вы за месяц там тоже не миллион человек можете обработать. И в этих сферах, там, где нужен живой человек, там практически нет никакой конкуренции, потому что один живой хороший специалист не может очень много людей удовлетворить, поэтому люди или встают в очередь надолго, или ищут себе кого-то, кто может быть более в доступе для них. Поэтому в этих сферах конкуренции нет. Вот, вы можете зайти с понедельника на курс, за вообще абсолютно адекватные деньги получить достаточно быструю профессию, но вы берете на себя ответственность, что вы вполне зрелый, адекватный человек, который там не наезжает, да, и не ждет, что через два месяца вы прям начнете гарантированно зарабатывать там огромные деньги, потому что возможно, что вы найдете по пути в себе неразрешенные еще вопросы, вам нужно будет какое-то время и на себя потратить. Вот, нужно будет хорошо изучить свои деньги. А может вы что-то во время обучения там исследуете энергии своего предназначения, своего денежного канала, и поймете какой деятельности вам заниматься, и поймете, что да, это то, чем вы хотели раньше заниматься, и уйдете вот в эту деятельность. А просто матрица, она будет вам как дополнением, потому что это все остается у вас, навыки остаются у вас, потому что самое ценное, что у нас есть, это наши навыки, наши знания. Это у нас никто не отбирает, поэтому даже если вы не начнете консультировать, хотя те, кто доходит до конца, это сто процентов, потому что это нравится. Ну, то есть это бесценно, когда ты можешь помогать другим и слышать вот этот вот отклик благодарности и еще получать за это и денежную благодарность, поэтому, да, заходите, спрашивайте, если что-то непонятно, вы всегда можете задать мне вопрос, я всегда отвечаю по системе, по консультированию или еще что-то, поэтому welcome. Там девушка присутствует. Спрашивают, да, а что если десятая энергия дублируется три раза у папы? Так, нужно понять вообще на каких положениях именно дублируются, то есть это на базовой, на главной проработке, на кармической, да, исходя из этого мы начинаем анализ, но вообще в целом, если у нас дублируются наши энергии или же утраиваются, да, это означает то, что эту энергию человек себя ощущает больше всего, то есть с одной стороны он менее, скажем так, дисгармоничен, да, потому что если у нас на личностном квадрате пять энергий, да, и если они все разные, или, допустим, как у меня, они все диаметрально противоположные, у человека начинается вот этот вот саботаж, да, и немножечко непонимание, куда и в какую сторону двигаться, то если у нас удваивается, с одной стороны, это дает нам более, так, более такую достаточно стабильное внутри ощущение у вас, из пяти энергий у вас, скажем, их всего там две или три, да, но с другой стороны, все плюсы и минусы этой энергии, они тоже удваиваются, допустим, если эта энергия, десятая энергия потока, да, то либо в плюсе он может быть сильно такой эмоциональный, да, сильно такой вдохновленный, да, и действительно, человек, живущий одним моментом, да, то есть прямо чересчур это может быть проявлено, да, либо же в минусе он может быть, сложно ему брать какую-то вот ответственность на себя, сложно быть дисциплинированным, да, то есть это тоже нужно учитывать и понимать, что это просто особенность энергии, и мы на нее обращаем чуть больше внимания, да, выполняем рекомендации, и именно в приоритете держим эту энергию, но еще раз говорю, нужно понимать, на каком именно положении, то есть на главной проработке, и на кармической, на базовой, на второй, то есть, ну, там девушка спрашивала, что она хочет работать консультантом, но боится, что не найдет клиентов, вот, и я так понимаю, что вы просто не проходили даже базовый курс для себя, потому что если вы настолько в себе не уверены, значит, вы еще пока что даже свои энергии не изучили, потому что в тот момент, когда вы изучите свои энергии, вы понимаете, что это ваше преимущество, то есть, вот моя 16 энергия, да, энергия, вот эта сокрушительная сила, да, как ее можно назвать по-русски, духовного перерождения, да, да, то есть для многих я просто смерч, ураган и вихрь, который мимо пробежал, и просто их жизнь после этого, она меняется сразу, вот я могу с человеком увидеться, полчаса разговора, все, что у него вот такие квадратные глаза, он ушел в себя, он там что-то понял и пошел поботорить, потому что я настолько быстро все делаю, что нормальный человек не понимает, то есть у меня сейчас 17 проектов, 17, понимаете, у меня несколько строек параллельно, у меня там 3 квартиры, новый дом строится, поместье там, друзья по всему миру, я все время, все время что-то новое делаю, я могу легко это все взять, переделать еще что-то, и вот я поняла, что это мое преимущество, да, а я пыталась жить нормальной жизнью, чтобы у меня была одна основная профессия, я там, вот надо выбрать, или я визажист, или я строитель, представляете, какая вилка, попробуй выбери, а сейчас я понимаю, что для меня это нормально, то есть я визажист, я строитель, офигенно вообще, все супер, не надо ни перед тем оправдываться, ни пытаться быть нормальным человеком, неудобным, и эта история про то, что да, вы для кого-то неудобны, но вы просто друг другу по смыслу не подходите, если вы боитесь, что у вас не будет клиентов, это значит, что вы свои преимущества пока что не нашли, потому что, конечно, ваша линейка поведения относительно позиционирования себя на рынке должна быть честной, как только вы начинаете себя честно транслировать, показывать свой характер, чтобы люди, когда к вам пришли на консультацию, не удивились, да, у вас не будет сомнений, что вообще кому-то вы понравитесь, потому что это первый шаг, чтобы растворить страсть, нужно найти свои преимущества, люди не уверены в себе, потому что они думают, что их качество, это их, скажем так, не знаю, балласт, это их боль, они не видят в этих качествах преимущества, они ориентируются на соседа, на одноклассника, на кого-то, кого мама хвалит, посмотри, какая хорошая девочка, вот она все хорошо делает, а ты идиотка, типа, да, конечно, у вас растет неполноценность там и неуверенность, и сначала вам нужно свои истории просмотреть, когда вы поймете, какие у вас настройки и в чем ваши отличия, у вас не будет вопроса, где взять клиента, вы поймете, что ваш клиент это человек, который на вас похож, и который будет вам понятен, люди, которые похожи, они друг другу нравятся, понимаете, вот и все, то есть, например, очень быстро человеку, очень медленно, им очень сложно, да, у меня, допустим, в матрице есть, да, у меня, допустим, в матрице есть девятая энергия, это энергия мудреца и отшельника, и я все время чувствовала вот всегда, что мне хочется там, знаешь, побыть одной, уединиться, чтобы никто меня не трогал, да, чтобы, ну там, вот эти вот, чтобы мои личные границы все соблюдали, да, я росла в такой атмосфере всегда в, там, и в танцевальной, и очень много там соревнований, всяких там достижений, там, и так далее, мне всегда хотелось уединиться, но я всегда думала, что это ненормально, потому что надо же общаться с людьми, да, или же надо как-то, ну, обязательно в каких-то быть вечеринках, там, или еще что-то, особенно вот, когда я росла, сейчас я это просто понимаю, я это, сейчас я это просто понимаю, принимаю, и когда я это действительно в себе почувствовала, я просто себе это разрешила, и я так себя комфортно ощущаю, и, ну, это, это бесценно, когда мы понимаем действительно, что вот это мое, это его, мы вместе коннектимся, общаемся, и никто друг другу ничего не навязывает, да, никто ни с кем не конкурирует, ничего, потому что у меня вот эта сильная сторона, у тебя вот это, ты мне можешь дать вот это, я тебе могу дать вот это, и, в принципе, вместе нам тоже хорошо, поэтому, да, у меня четыре мужские, я в детстве хотела быть мальчиком, не понимала, почему такие желания, да, четыре мужские, вау, это сильно, сколько всего энергии, 21 или 20, ага, я прошу прощения, я не рада, меня немножечко затормаживает, поэтому я иногда не слышу. Вот я не очень поняла вопрос, добрый день, вы писали, что это последний курс с обратной связью, можно более подробно объяснить, чего не будет, но для меня это набор букв, простите, можете уточнить вопрос. Знаете, на каждом прямом эфире я всегда делаю акцент, что люди, как только вы поймёте, насколько важно формулировать вопрос, вот когда вы поймёте, что нужно к этому относиться внимательно, да, то есть постараться сформулировать вопрос, на который человек может ответить, ваша жизнь изменится, потому что чаще всего мы просто какие-то буквы из себя извергаем, и потом ждём ответ, потом обижаемся, расстраиваемся, или думаем, что человек тупой, не понимая, что мы просто там, что-то знаете, как суперпьяный человек, он пытается что-то сказать, такой, а-да-да-да-да, вот, а потом такой расстроенный, что его никто не понял, и научитесь задавать вопрос, хорошо заданный вопрос, это тот, на который можно ответить, это первое, это вообще самое, самое детский сад, второй признак хорошего ответа, что вопроса, что вы интересуетесь мнением человека, потому что очевидно, что человек вам не может рассказать, да, как жить, но у него есть точка зрения его, да, какое-то мнение, и это очень здорово, если вы внутри вопроса уже запечатаете, что вы понимаете, что человек вам сейчас не истинно глаголит, да, а из своего опыта, что он может на эту тему вам сказать, и вот чем внимательнее вы к этим, скажем так, деликатным вещам, тем более вы приятный собеседник. там был еще, по-моему, вопрос, а вот, сколько всего энергии 21, 21 или 22, в матрице 22 энергии? Так, ну все, мне кажется, мы все рассказали, вы можете зайти к Саше, я уже тоже чувствую, там есть подробная история, вы можете с ее биографией познакомиться, там много трушных постов о том, как, когда, почему, если вас задело, ну, скажем так, потрогало, но не до конца задело эта тема, вы можете на Ютубе посмотреть предыдущие наши прямые эфиры, да, если вы еще не приняли решение, но вам уже кажется, что вам нужно к Саше, посмотрите предыдущие эфиры, там много классной инфы, как всегда в наших эфирах, и на донейшн ты, по-моему, делаешь иногда онлайн-консультирование, да, когда вы разбираете вопросы у зрителей, тоже классная история. Да, тоже есть такое, то есть вы задаете, но это периодически, а еще на донейшн-курсе, на платформе есть отдельно эфир про матрицу души, где я рассказала, там кто-то спрашивал по поводу истории матрицы и так далее, вот там есть эфир, в котором я полностью рассказала про систему, какие есть методики, школы, да, что входит там в донейшн-курс и так далее, то есть вы там можете найти и прямо за раз посмотреть, и если что-то будет непонятно, вы всегда можете еще дополнительно вопрос задать совершенно спокойно. Ну все, мне кажется, мы полностью закрыли все интересы зрителей, их, конечно, поубавилось в последнее время, ну в том плане, что, знаете, например, когда я просто начинаю что-то рассказывать, я вижу сразу всплеск по подписчикам, кто смотрит, как только мы начинаем что-то сухое рассказывать, техническое, сразу все отключаются, и для меня это просто показатель, насколько люди ленивые, очень-очень ленивые, и мне молодой человек мой сказал такую вещь один раз, очень крутую, он говорит, вот знаешь, я из всех наших тусовок, да, каких-то молодежных, подростковых, единственных, типа, стал крепким, там, человеком, у которого куча бизнеса, и всего такого, и они каждый раз, вот когда я с ними вижусь, у меня спрашивают, типа, ну вот что ты делал, что ты делал, типа, что бы, он такой, ну я делал вот это, вот это, и вот это, и они такие, не, ну блин, ну что-то так сложно, ну или так просто, ну в общем, люди не понимают, что вот, ты им говоришь полностью, просто, механизм, да, абсолютно доскональный, им кажется, что там, короче, какая-то удача, еще что-то, не знаю, произошло, или вот как-то тебе это легче далось, и он говорит, ты знаешь, я им каждую встречу объясняю, что нужно делать, чтобы прийти туда, где я, и никто этого не делает, и вот я тоже замечаю, что когда я начинаю людям говорить, реальность, блин, не хотите ходить на работу с 9 до 6, хотите начать путешествовать, хотите, чтобы у вас было меньше работы, больше денег, идите работать консультантом, любым, ой, нет, что ты, мы думали, ты нам поможешь, а ты нам хрень какую-то рассказываешь, меня это так всегда вообще умиляет, я говорю, блин, люди, ну мы тоже работаем, я работаю круглосуточно, просто круглосуточно, блин, Саша, сколько у тебя клиентов в день? Вот, а я смотрю на моих... Когда как, ну вот... Мы все работаем, и когда мы вам рассказываем, как мы работаем, блин, так вы не вырубаете, потому что вы для себя просто сделаете в следующий раз вот это понимание, что если люди вам начинают говорить сухую схему, и вам не нравится, то вы просто ленивая жопа, если вы хотите в этот момент куда-то сбежать. Ну я думаю, что и для них и не время пока, и даже и не нужно тогда, чтобы они приходили, потому что, ну зачем это, правильно? У меня, я вот здесь год на Бали, если честно, вот сейчас я себе просто недельку дала выбраться в Убуд, просто чуть-чуть, немножко передохнуть, потому что до этого просто нон-стоп постоянно, либо консультации, либо ты работаешь с учениками, отвечаешь там весь день на их вопросы, а что в принципе приравнивается к консультациям, да, или же там работаешь так-то курсом, что-то делаешь, знаешь, это постоянно какая-то работа, пусть не физическая какая-то, но это постоянно интеллектуальная работа, эмоциональная работа, конечно, это все не просто так, я думаю, что мы сейчас, наверное, просто поговорили для тех людей, кто это понимает, если просто это не понимает, то, ну, я на самом деле еще раз говорю, спокойно к этому отношусь, просто, это значит, ну, не время, если вы не хотите это принимать, то, ну, окей, это ваш выбор, но я думаю, что те, кто это понимает, те, кто понимает, что любой результат, это именно идет от определенных действий, да, и работы, и так далее, и я думаю, что для этих людей мы сегодня рассказывали, и те, кто заинтересован именно не просто в каких-то там действиях, и не просто в работе, о работе со своими какими-то качествами, с эмоциями, с работой с людьми, да, с консультированием, я думаю, что вот для этих людей мы провели эфир, и еще вот я хотела бы сказать, что я думаю, что вот этот курс, и вообще вот это обучение очень классно зайдет психологам, коучам, астрологам, то есть это уже тем людям, которые в теме, то есть для вас это пройдет абсолютно легко, и вы настолько улучшите свои консультации, и все, кто уже практикующие астрологи, или же коучи, психологи и так далее, окупали в два раза курс во время обучения, поэтому если вот есть среди нас те, кто хочет как-то апгрейдить, скажем, да, свои консультации, то это однозначно для вас, ну и та категория, которые хотят глубже разобраться, наверное, в своих каких-то семейных связях, связях с другими людьми, понять своих детей, я думаю, что вот это такие две основные категории, которые бы я тоже хотела видеть у себя на курсе, и у нас был бы вот такой вот взаимный обмен, вот, а те, кто пока еще не готов, то окей, пока не время, значит. Ну нет, я свою роль в злодейке отыграла нормально, так что не надо. Да, если вы заметили, что у меня всегда такие благостные спикеры, что мне прямо это все время хочется уголька подкинуть. Ну, мы же не специально так делаем, ну я не могу по-другому, может быть, я бы на самом деле, я очень вдохновляюсь какой-то смелостью, или там даже где-то резкостью, но я понимаю, что я так пока, ну я так не могу, это не мое, то есть я хороша где-то в другом, да, поэтому вот такой вот взаимообмен, он очень ценен, поэтому это для вдохновения, то есть там, ты вдохновляешь меня, да, где-то, я, возможно, тоже в чем-то, да, поэтому, ну, это классно. Так, ну все, на этой классной ноте мы катаплодируем все. Пересматривайте, все есть на ютубе, очень много инфы на донейшене, ловите бесплатный курс Саши, раз вместе мы его с командой донейшен раздаем, вот, он дается на недельку, он очень объемный, вам понравится, вот, потому что даже если вы одну энергию хорошо поймете, вы уже себе многие вещи простите, вам станет легче жить, вот, ну все, хорошего дня, я так смотрю на солнце. всем спасибо, всем хорошего дня, еей, все, пока-пока. Пока. Пока.